В Саранске фестиваль болельщиков, посвященный матчу Евро-2020 между сборными России и Финляндии, был организован на территории стадиона Мордовия-Арена. 16 июня 2018 года здесь в рамках чемпионата мира встречались команды Дании и Перу. Спустя ровно три года поболеть за сборную России собрались сотни жителей города, которые еще не забыли, что такое настоящий футбольный праздник. Как не забыли и слова песни, ставшей гимном Саранска в Дни Мундиале. Ты сегодня весь в российских флагах, наверняка за Финляндию болеешь. Нет, я за Россию болею. Как думаешь, как сегодня сложится матч? Думаю, что 3-0 будет. Чью боль? В Россию. Россия. Что тебя заставляет так думать? Ну, Надежда. А откуда ты? Я из Йемен. Здесь учишься? Да, я учился уже. Ну, я сюда пришел, приехал, вот, посмотреть за, конечно, за Россию. Я же не любитель, ну, не болеющий за Финляндию, вот, приехал за Россию болеть сегодня. А в общем, я за Бортугалию. Но сегодня я только за Россию. Я думаю, им нужно дать все же побольше поддержки, чтобы они чувствовали нас, что мы их поддерживаем. И я думаю, что дальше они только будут выигрывать. И эту поддержку мы сегодня дадим. Вслед за музыкантами на сцену фан-феста вышли легенды российского футбола. Александр Мостовой, Александр Панов и Евгений Варламов на троих провели около 70 матчей футболки национальной команды нашей страны, в том числе и на крупных турнирах. Когда вы за сборную играли, в сборной Финляндии не очень котировалось. Сейчас что-то изменилось? А сейчас все научились обороняться, поэтому все пляшут от печки, так скажем, выражение такое. Поэтому в обороне ноль и в атаке, как получится, многие команды так играют, особенно те, которые не топовые. А то, что касается всего футбола, прогрессирует, динамичный сейчас футбол, более силовой. Вы оборонительную линию сборной России, нынешнюю, как оценить? Без комментариев. Все впереди, мне кажется. Все впереди. В первом матче россиянам забить не удалось, вы нападающие в прошлом. Что посоветуете именно форвардам, которым сегодня нужно забивать во что бы то ни стало? По большому счету я уверен, что большинство команд Бельгии не забьет, поэтому, наверное, здесь греха таить не стоит. Очень грамотно играет в обороне, поэтому сложно им забить было бы. А что касается нашей игры, мне кажется, нашим атакующим игрокам и средней линии надо будет просто побольше инициативы брать на себя. Играть уверенно, ведь они все умеют играть в футбол. У каждого за плечами отличный опыт, да. Много голов. Тот же Зюба 21, пожалуйста. То бишь Сополев 14, там, да, Заболотный тоже. Есть игроки, которые умеют забивать. Есть игроки, которые умеют отдать. Это Миранчук, тот же Головин. Я просто не пойму, если мы сегодня Финляндию не обыграем. Но я просто не пойму. Понимаете? Я тогда следующие там игры точно смотреть не буду. Вот так. А что из такого? Честно говорю. Не обыграем Финляндию, я смотреть потом не буду. Выйти на один газон с настоящими звездами российского и мирового футбола желающих нашлось немало, в том числе и среди прекрасной половины собравшихся. Еще больше интерес вызвала автограф и фотосессия. А получив заветную подпись и селфи, болельщики тут же отправлялись к сцене, где уже подогревала и без того жгучий интерес к предстоящему матчу группа «Градусы». Атмосфера вообще огонь, жара и в воздухе, и на сцене, и в зрительном зале. Это было вообще очень круто. Саранск, просто вы какие-то бешеные энергии. Прям отлично все было. Спасибо вам. Россия вперед. По ходу прямой трансляции из Санкт-Петербурга, которая демонстрировалась на больших экранах, саранские болельщики испытали едва ли не весь спектр эмоций. От ужаса из-за пропущенного, но, к счастью, не засчитанного в наши ворота гола уже на пятой минуте, до полнейшего восторга от роскошного удара Алексея Миранчука в концовке первого тайма. Как вам первый тайм? Нормально. Вполне ожидаемо, но можно было отзыва, конечно, забивать. Ну, в концовочке все-таки. В концовочке, да, Миранчук, красавчик. А как закончится? Я ставил 4-0. 3-1. Разгромные победы над финнами россияне все же не добились, но победный счет удержать смогли, что оставляет команде Станислава Черчесова шансы на выход из группы. А значит, есть повод надеяться на то, что подобный фестиваль болельщиков в Саранске еще состоится. Какие впечатления остались? Впечатления остались, что потенциал гораздо больше, чем был реализован. То есть видно, что было много моментов, но, к сожалению, реализовать не хватило. Должно, не знаю, внимание, таланты или чего еще, но ребята могли сыграть лучше. Довольны? Да, конечно, довольны. Да, конечно, игра понравилась, и я очень горд, что наша команда продемонстрировала уровень и все-таки одержала свою первую победу на Евро. И я надеюсь, что в дальнейшей игре с датчанами мы выступим еще лучше даже, чем в Синляндии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!